Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля. В сегодняшнем видео мы с вами сделаем макияж новинками косметики. Две новинки, которые мне настолько легли в сердце, и я не смогла об этом молчать. И поэтому сегодня мы сделаем макияж использованием Glam Palette от Наташи Динона, на которой я уже делала обзор. И также новая коллекция косметики от Selena Gomez Rare Beauty. Есть продукты, которые мне понравились в моей коллекции, есть, которые мне не очень понравились. На самом деле такое тоже бывает, и вы узнаете вообще небольшой апдейт о том, как я использовала эту косметику в течение последних трех дней. И сегодня также вы услышите историю о том, как я встретилась с Елену Gomez, будучи в Сингапуре. Есть видео, есть доказательства, поэтому я думаю, это будет очень интересно для вас узнать что-то новенькое на этом канале, помимо косметики. И в общем, да, давайте уже начнем наше видео. Не забудьте взять снэк, подписаться на канал, ставьте лайки, но мы начинаем. Поехали! И начнем мы наш сегодняшний макияж именно с макияжа лица. Я хочу нанести сначала праймер от Rare Beauty и их подсвечивающий кожу праймер. Он мне, кстати говоря, понравился. Он действительно делает свое дело, он не слишком дает эффект жирного блина на кожу. Он прям идеален для вот этого вот сияния изнутри. Я не хочу наносить его на все лицо и не хочется наносить его на, допустим, лоб, потому что тогда он может стать жирным к концу дня. Мои брови, кстати говоря, уже оформлены. Я использовала тот же самый карандаш для бровей от Serena Gomez Rare Beauty. Мне он показался не совсем прям вау, просто потому что он невероятно пигментированный. Требуется достаточно долгое время, чтобы нарисовать эти идеальные брови. Реально делает ваши брови очень такими темными-темными, как вы можете сейчас это видеть. Это не очень круто, это не то, что я определенно ожидаю от карандаша. Дальше мы перейдем именно к тону. Этот тон, на удивление, мне понравился. Я использовала его в течение трех-четырех дней примерно, и я увидела, почему люди настолько хорошо отзываются о нем. Просто потому что этот тон действительно, знаете, он как будто бы не чувствуется на коже, и в то же время он дает тот эффект full coverage. То есть да, вы можете достроить его от medium до full. Хорошо показывает себя на лице, даже в течение всего дня. Итак, насчет встречи моей с Еленой Гомос, как вы уже поняли из названия видео. Я жила тогда в то время в Сингапуре. Сингапур это то место, где очень большое количество людей живет ночной жизнью. Там невероятное количество клубов, от самых дорогих до очень даже, которые вы можете себе позволить, не имея очень много денег. В ту ночь я и мои некоторые друзья решили пойти потусить, и я уже собиралась идти домой. Тут мой хороший, очень знакомый, Мано, он говорит, пойдем в этот клуб. Меня уговорили, мы пошли в сторону этого клуба, он назывался Бализа, я не знаю, есть ли он еще до сих пор в Сингапуре. И, в общем, мы только подходим, и тут, я вижу, подходит охрана, причем это все так было быстро. Идет девушка навстречу мне, в общем, и делает Елена Гомос мне навстречу, и я растерялась, насколько, насколько это возможно. Когда ты видишь селебрити, говорю, привет, как дела? Она такая, I'm good, я нормально, что-то вроде того. В тот момент мои ноги стали ватными, я просто не понимала вообще, что происходит. Настолько я была шокирована, и я достаю телефон и быстро снимаю, в общем, как она заходит в этот клуб. И никто, ну, никто не снимал в тот момент, только я одна вытащила телефон. Я сняла это на Snapchat, я это выложила, и на следующий день во всем Инстаграме, во всех, не во всем Инстаграме, вернее, во всех пабликах, которые посвящены Селении, фанаты Селены, они мое видео это увидели, и просто в каждом паблике было это видео, как я снимаю, что Селена входит в клуб Бализу. Обычно в Сингапуре, когда приезжают очень звезды такой большой величины, как Селена Гомес, когда они идут тусить, они идут тусить в очень такие дорогие клубы, такие клубы, которые известны, например, клуб Селеви или Кудита, как он раньше назывался. Селеви это тот клуб, на минуточку, который находится на вершине Марина Байсен, того самого знаменитого отеля. Все были в шоке, что она пришла именно в Бализу, потому что никто этого не ожидал. Обычно каждый клуб, он как-то готовится к приезду звезд такой величины, и с тех пор, когда я вижу имя Селены Гомес где-то или она выходит в песню, у меня всегда есть эта часть, моя теплая в сердце, которая помнит эту встречу, и от этого человек становится как будто бы как ближе к тебе немножко. И, конечно, я не могу обойтись без второго слоя этого тона на моем лице, просто потому что мне нравится лично более плотная текстура тонов, особенно в те моменты, когда кожа вдруг становится немножко не очень хорошей, в плане того, что прыщики появляются, например, конечно, одним словом, тут вряд ли что-то можно исправить. Сейчас смотрю в зеркало на себя и понимаю, что эти брови мне просто не идут невероятно, и, пожалуйста, ребят, если вы увидите на этом видео, что брови темные на моем лице сейчас, то не судите меня строго, потому что я пыталась сделать это как можно менее ярким, но у меня это, как видно, не получилось, потому что карандаш, он невероятно пигментирован, к сожалению. И теперь пришло время поиграть с этой невероятно красивой малышкой от Наташи Диноны Glam Palette. Я в шоке от того, насколько хорошо, скажем так, зашло мое видео с Наташей Диноной обзором на эту палетку. Да, было очень много неприятных комментариев. Я понимаю, что такие люди на YouTube тоже есть, которые, я даже не знаю, как это сказать, они, в общем, не очень воспитаны в плане выражения своих мыслей. Но я так понимаю, что это нормально для YouTube, всегда есть и были такие люди, которые видят все только плохое в человеке и так далее. Но, в общем, все равно, ребят, спасибо вам за ваше внимание, мне это очень приятно. И да, я считаю, что до сих пор эта палетка остается в моем топе пяти всех палеток, которые у меня вообще имеются. Она действительно уникальна, она бомбическая, она реально бомбическая. Мне кажется, эта палетка будет палеткой номер один на осень, на зиму, просто супер. И так как у нас уже было два макияжа в моем прошлом видео, когда я делала первые впечатления на эту палетку, и все два образа, если я не ошибаюсь, они были очень прям такими активными, яркими. Сегодня я хочу сделать что-нибудь абсолютно другое. Я обещаю, что эта палетка сегодня даст нам тот самый дневной повседневный макияж. Это будет очень носибельный макияж, обещаю вам. В том видео мы пробовали с вами почти все холодные оттенки, все темные оттенки, был такой конкретный смакияж. И сегодня мы в этом видео с вами сделаем макияж с более такими повседневными оттенками, типа вот этого розового оттенка, золотистого и немножко оттенка для растушевки. И первый цвет, с которого мы начнем, будет очень нюдовый коричневый цвет. Мы нанесем его прямо-таки в складку века и растушуем, чтобы создать ту идеальную тень. И для еще большей глубины цвета мы возьмем оттенок Smoke. Это очень красивый темный нюдовый оттенок. Я взяла более продолговатую кисточку от Sephora. Так-то лучше. И постепенно разносим этот цвет почти на весь глаз, но не на весь, только на половину. Немножко растушевывая при этом, и это действительно очень легкая техника, которая под силу каждому, даже вне, к внутренней стороне глаза и вниз. И теперь самое интересное, мы займемся металликами. Как известно, у Наташи Диноны очень хорошие по качеству металлики, и это нельзя отрицать, потому что это правда. Я хочу начать с этого красивого розоватого металлика в оттенке Center Eyelight. Возьму кисточку от Morphe и начнем. Наносим его похлопывающими движениями в эту часть века. Этот розовый оттенок будет невероятно красиво сочетаться с нашим серым, который мы нанесли в складку века. По-моему, у нас получается очень даже красивый сегодня макияж. Самый главный, естественный, потому что мне многие люди говорят, ну, как многие, моя мама, она сказала, что Юля, почему у тебя столько много макияжей, который очень неповседневный, который сложно, ну, другим людям было бы сделать так же. Такое, окей, нам нужно сделать что-нибудь более естественное. И вот мы это делаем сегодня. Дальше мы займемся этим очень красивым золотистым оттенком. Нанесем его в наш уголок глаза, потому что он будет невероятно классно перекликаться с очень холодным серым плюс очень холодным розовым оттенком. Очень будет необычное сочетание теплых и холодных оттенков. Конечно, нельзя не забыть про нанесение этого оттенка пальцем. Главное, он гораздо-голаздо смотрится более активным, естественно. Но это не слишком прям очень-очень активно. Что, что нам нужно? Немножко растушуем это все. И вот так выглядит наш естественный макияж с палеткой от Диноны. Мне кажется, это действительно очень красиво. Сочетание холодных и теплых оттенков выглядит, мне кажется, очень необычно, интересно. И как-то даже притягивающе, что ли. А вы как думаете? И перед тем, как мы нанесем реснички, давайте поиграем еще побольше чуть-чуть с косметикой Рэп Бьюти. Естественно, мы не можем обойтись без консилера. Буду использовать праймер от Селина Гомес, который у нас обещает подсвечивание области вокруг глаз. И также medium to full coverage. От среднего к темному, к более плотному. Я поняла, если честно, что этот праймер нельзя наносить очень большим количеством под глаза. Иначе он слишком сложно растушевывается, почти не поддаваясь растушевке. Поэтому совсем чуть-чуть, и этого будет достаточно, чтобы, в общем, он работал и сделал свое дело. Единственное, что оттенок, я вот уже поняла, это за сколько, 3-4 дня тестирования этой косметики, он немножко слишком, ну, светлый. Чуть-чуть бы потемнее он был, было бы гораздо-гораздо лучше, конечно. Я, если честно, очень долгое время использовала только всевозможные спонжи для растушевки продукта. Но после приобретения этих кисточек я как-то вдруг перешла на сторону кисточек. Хотя я раньше никогда не была большим любителем использования их. Поэтому, наверное, это говорит о том, что качество этих кисточек, оно очень хорошее. Он отлично замаскировывает все темные круги под глазами. Вот у меня здесь был темное пятнышко небольшое, и оно замаскировало его. Вау! И дальше я хочу нанести свои любимые румяна от Rare Beauty в оттенке Joy. Нет, подождите, это не те румяна, которые мне нравятся. Дальше я хочу нанести свои самые любимые румяна из всей коллекции Rare Beauty в оттенке Bliss. В прошлом видео мы тестировали румяна также в оттенке Joy. Это красный сияющий румяна. Эти румяна имеют матовый финиш, и они мне невероятно нравятся. Они дают такой, знаете, естественный, очень естественный цвет на лице. Он не слишком активный, он пигментированный, но он не дает такого непонятного и натурального цвета на вашем лице, если вы понимаете, о чем я. Текстура этих румяна тоже очень хорошо поддается нанесению, карактеревке, и также она не слишком сильно застывает быстро на лице. Сначала кажется, что он очень активный этот цвет, но потом вы понимаете, что он оказывается, когда высыхает, оставляет на вашем лице очень естественный румянец. Где-то после 1-2 минут румяна начинают застывать, и они застывают в такую, не то что пленку, это скорее застывает в такой слой матовый на вашем лице. Это интересная текстура, кстати говоря, у них прям действительно, я только его не встречала ни разу. Ощущение, что слой, где у нас имеются эти румяна жидкие, он как будто бы гораздо более гладкий, чем кожа, на которой у нас имеется тон от Rare Beauty. Дальше я хочу нанести хайлайтер в жидкой форме, естественно. У нас он в оттенке Enlighten, и он хорошо пахнет, и он очень хорошо также распределяется по коже. Мне он понравился, ну не с первых минут, может быть с первых часов, потому что изначально, когда я его попробовала, мне показалось, что он разъедает тон, но потом как-то я не увидела этого больше. Этот цвет просто, я не знаю, он очень красивый. Если вы любитель серебряного хайлайтера, то определенно вам он тоже понравится. Надеюсь, вы это видите, насколько он естественно смотрится на лице, как будто бы это блеск изнутри, опять же, как наш праймер указывает это на упаковке, но реально видно, что это очень естественный финиш. Нет такого большого количества блесток, которые бывают в такого типа хайлайтерах. Это очень круто. Давайте еще все-таки один раз. Я даже, если честно, не вижу, чтобы он подчеркивал текстуру кожи, что невероятно классно. Мне кажется, я столько раз хвалю сегодня Rare Beauty. И немножко на губки в купидоновую, как это купидоновая, купидоновая зона, как она называется, это зона, куда мы наносим хайлайтеры обычно. Сейчас у нас еще имеется небольшое количество дневного света, у нас сейчас в 7 часов вечера почти, тем не менее, еще не очень темно. И мы можем увидеть, насколько дневной свет красиво подчеркивает свечение этого хайлайтера в оттенке Enlighten. И сейчас давайте уже закончим наш макияж глаз с использованием лайнера от Selena Gomez Perfect Strokes Matte Liquid Liner, то есть это матовый черный, черная подводка. Вот. Именно этот продукт мне он понравился на самом деле, он действительно, он хорош. Мне нравится, что я получаю четкие матовые стрелки без каких-либо глобальных усилий. И, в общем, таковы мои мнения по поводу этой подводки. И сейчас я нанесу реснички и вернусь к вам уже через секунду. Следующим нанесем помаду от Rare Beauty в оттенке Courage. Это настоящая пыльная роза в тюбике, если честно. Невероятно красивый оттенок, мне бы понравился больше, чем красный, наверное. Настолько он муссовый по текстуре, настолько он неощущаемый на губах и мягкий, что нельзя не любить эту помаду, мне кажется. Это просто потрясающая помада, я каждый раз, когда наношу ее на губы, мне хочется не снимать ее весь день. Настолько она классная. Дальше мы промокнем наше лицо пуховочкой с пудрой, естественно. Кстати говоря, этот крем, этот крем тональный, он почему-то у меня скатывается на носу, я не знаю почему. По-моему, когда в прошлый раз я наносила его, у меня была такая же проблема, но потом меня как-то закрыло на это глаза, и в итоге, каждый раз нанося этот крем, я вижу то же самое. Но это не отменяет того, что он реально хорош. То есть я не вижу никаких глобальных недостатков, кроме этого. Даже если он и оксидируется как-то, наверное, так называется, он все равно хорош в плане того, как он чувствуется на коже, потому что это как вторая кожа ваша, только лучше. Закончим мы все это, конечно же, спреем для закрепления нашего макияжа. Классная вещичка, освежает. Запах у нее, к сожалению, немножко специфический, но дело он свое делает. Я обожаю наносить этот спрей перед нанесением макияжа, уже на праймер тоже, это очень хорошее применение его, потому что здесь у нас сколько, 85 миллилитров. Нужно достаточно большое количество времени, чтобы его использовать, а срок годности у него год всего лишь, поэтому вещичка хорошая, не моя самая любимая, но я не могу сказать, что я не движу этот спрей, нет. И вот мы подошли к концу этого видео, надеюсь, вам понравилась моя сегодняшняя импровизация, потому что я хотела показать вам две моих самых любимых новинки в моем косметическом гардеробе. Мне очень понравились некоторые компоненты коллекции Rare Beauty, в особенности их основа, да, но с небольшими недостатками, но тем не менее она хороша, потому что она прочнее чувствуется на коже и дает вам хороший, хороший пигмент очень. Понравился праймер, понравилась мне невероятно помада жидкая, это просто огонь, самый лучший, самый естественный цвет. Если у вас губы такого же натурального цвета, как у меня, то эта помада, она будет очень хорошо дополнять ваш образ, сделая ваши губы еще более аппетитными, но при этом не слишком вульгарно выглядящими, конечно, нет, потому что это очень мягкая муссовая помада. Хайлайтеры румяна это просто любовь-любовь, румяна в особенности, в оттенке Bliss, просто вы видели, в который раз я ими пользуюсь, наношу их на щечки и понимаю, что они невероятно-невероятно уникальны в своем роде, потому что ты не чувствуешь текстуры этих румян жидких, и к тому же они очень мягко растушевываются, в общем, дают вам тот натуральный эффект, натуральный финиш. Консилер и праймер мне тоже очень понравились, если бы консилер был немножко-немножко потемнее чуть-чуть совсем, это было бы вообще попадание в яблочко. Праймер, отличный праймер, честно, тот самый компонент вашего макияжа, который задает тон всему стилю макияжа, то есть нанося его, вы, скорее всего, точно получите сияние кожи, и, в общем, вся эта коллекция от Rare Beauty, она направлена именно на естественное, подчеркивание естественной красоты, а сияние и естественная красота, они идут бок о бок. Ну, кисточки, конечно, мне кажется, не нужно представлять их, потому что это классная вещичка, определенно стоит своих денег. Я забыла про лайнер, он мне, ну, естественно, тоже понравился, вы можете это тоже видеть по тому, как стрелки красиво легли, как они красиво смотрятся. Ну, и палеточка наша, с которой мы сегодня играли, мне она тоже безумно понравилась, естественно, это любовь с первого взгляда, если вы ее купите, то, ребят, определенно, я не думаю, что вы пожалеете о ней, потому что здесь находится то богатство, с которым можно совершать вообще разные-разные образы, и без слов, классная вещичка, надеюсь, что вы сегодня увидели тот необычный нюдовый дневной макияж, без использования каких-то таких, знаете, ярких, холодных оттенков, шиммеров, чтобы создать естественный макияж в стиле Селена Гомес. И на этом все, ребят, надеюсь, вам понравилось мое видео, желаю вам прекрасного дня, хороших макияжных дней, чтобы ваши стрелки всегда получались такими идеальными, какими вы этого хотели. Я с вами не прощаюсь, ребят, скоро увидимся, всем пока!